Не так давно в общегосударственный экзамен было введено обновление. Итоговое собеседование по русскому языку стало одним из ключевых элементов нового формата. Теперь выпускники должны продемонстрировать свои знания не только в грамматике, орфографии, пунктуации, но еще и в умении четко и логично выражать свои мысли в устной форме. Следует отметить, что устный экзамен способствует формированию определенных навыков выпускников, необходимых для лучшей адаптации в обществе. Миллионы учащихся по всей России довольно быстро приспособились к изменениям, благодаря которым не только успешно сдают основной экзамен, но и улучшают свои коммуникативные навыки. В нашем лице статистика всегда положительная, это радует, все получают результат зачета. Есть обучающиеся, которые пропускают основное мероприятие в связи с болезнью, либо с госпитализацией, но также успешно принимают участие в резервные сроки и получают результат зачета. Несмотря на то, что слово «экзамен» у многих вызывает страх и панику, собеседование состоит всего из четырех заданий – чтение текста, его пересказ, монологическое высказывание и диалог. Поэтому все собеседование занимает примерно 15 минут. В аудитории помимо сдающего находятся два экзаменатора. Один отвечает за техническую часть, а второй непосредственно задает вопросы ученику, опираясь на примерные вопросы на специальной карточке в соответствии с темой, выбранной учеником. Итоговое собеседование проводится индивидуально в аудитории. В аудитории присутствует эксперт, учитель-филолог, а также учитель-собеседник. Ребенку выдается контрольно-измерительный материал, где необходимо прочитать текст, пересказать его, составить монолог, а также на ответе на несколько вопросов. Максимальное количество баллов 20. Ребенку необходимо набрать 10 баллов, чтобы получить результат зачет и быть допущенным до государственной итоговой аттестации. Во время выполнения всех заданий собеседования нужно соблюдать грамматические, орфоэпические и речевые нормы. Основными критериями для оценивания чтения текста вслух является интонация и темп чтения. Для пересказа текста – сохранение микротем, факты, подбор высказывания, способы цитирования и подробность пересказа. Задание на монолог важно будет использовать не менее 10 предложений. Хорошо и связано оформить речь. В диалоге критерии примерно те же самые – выполнение коммуникативных задач и учет речевой ситуации. Стоит учитывать и то, что на протяжении всего экзамена ответ записывается на диктофон, поэтому лучше ответить что-нибудь, чем ничего. Сегодня наши дети очень много посвящают время гаджетам и говорить становится, так скажем, все сложнее. А здесь необходимо вступать в диалог, строить монолог, делать какие-то умозаключения, отвечать на вопросы. Наверное, в этом заключается сложность. Теряется научная речь, а здесь он должен быть. Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Поэтому ребята, которые набрали 10 и более баллов, получают зачет и допуск к УГ. А в случае неудовлетворительного результата в итоговом собеседовании участник вправе пересдать его в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки. Резида Каримова, Универ Новости. Резида Каримова, Универ Новости.